Всем привет, дорогие друзья! Завершился первый круг российской премьер-лиги, и это самое лучшее время для того, чтобы подвести некие итоги. Сравнить свои собственные ощущения от того, кто выступил лучше ожидания, а кто ниже своих собственных возможностей. Каждая команда сыграла с каждой по одному разу, и поэтому все находятся в равных условиях. Следующий такой раз будет только после окончания уже чемпионата. Судите сами, до конца года Локомотиву нужно будет сыграть с Уралом, Уфой и Арсеналом, а вот, например, Зениту с ЦСКА, Ростовом и Динамо. Согласитесь, условия будут уже не самые равные для сравнения. Хотя с какой из этих троек команд удобнее играть Локомотиву, это еще большой-большой вопрос. Ну да ладно. Начну, разумеется, с нашего Локомотива, а дальше пойду по своему личному рейтингу от самых разочаровавших команд до тех, кто превзошел ожидания. Определю самые важные события, которые произошли за этот период, посмотрим на самые лучшие и самые худшие матчи команд. Если с чем-то не согласны, гоу в комментарии, там подискутируем. Особенно, если вы не болеющий к Локомотиву, мне будет очень интересно сравнить свои собственные впечатления с впечатлениями людьми, которые более пристально следят за своими собственными командами. Ну а если поставите лайк, будет вообще шикарно. Погнали! Про Локомотив мы говорим много, про Локомотив мы говорим часто, поэтому сейчас не буду особенно сильно распространяться. Локомотив находится в процессе глобальной перестройки, поэтому колбасит его очень сильно. Начинали с одним тренером, потом резко поменяли после 10 туров Николича на Гизделя. Строим теперь совершенно другой футбол. И в общем-то не то, чтобы сильно получается, особенно если смотреть на последний матч с Ахматом. Предыдущие руководители часто нам говорили о том, что нужно покупать молодых, развивать, продавать, чтобы не сильно зависеть от российских железных дорог. Но ни Илья Леонидович, ни Василий Александрович особенно этим не занимались. Дальше разговоров дело не заходило. Здесь же все капитально. Не просто покупаем молодых, а под корень срезаем всех старых, включая даже лидеров команды типа Крыховика. Получится ли у немцев построить эту самую систему, чтобы команда боролась за золото, чтобы появлялись молодые игроки, которые затем продавались за 30-40 миллионов в Европу, никому не ведомо. Еще больше вопросов о том, хватит ли терпения у руководства, если не получится прямо вот здесь и сейчас сходу начать бороться за медали. А не получиться может очень легко. Да и надо помнить, что живем мы в России, поэтому если вдруг, например, господина Белозерова куда-нибудь позовут на повышение с поста главы российских железных дорог, то перемены в локомотиве возможны вообще без относительно того, что в самом клубе происходит, за какие места мы боремся, продаем ли мы игроков или наоборот в глубоком минусе находимся, могут просто поставить нового председателя совета директоров, который вдруг решит, что лучший генеральный директор это бывший волейболист. И ничего мы с этим не сделаем. Я не уйду из клуба. Не уйду. И сделаю так, чтобы этот клуб был самым сильным, который только может быть. Но это дела большой политики. Мы здесь больше про футбол разговариваем. И с футболом у локомотива творится что-то странное. Например, за 15 туров локомотив 7 раз сыграл в ничью. Фактически каждая вторая игра завершалась миром. А еще у локомотива огромное количество удалений и дисквалификаций. Каждую третью игру локомотив заканчивает в меньшинстве, что вкупе с большим количеством травм и невозможностью поставить оптимальный состав делает сезон очень и очень трудным. Хотя получается завершить первую часть его на четвертом месте, что в целом не так уж и плохо. Самое важное событие в локомотиве этого сезона произошло аккурат, когда я уехал в отпуск. Ждали, ждали, ждали и 5 октября отправили Марка Николича в отставку. Потом долго-долго-долго снова ждали и уже под конец паузы на сборную решили назначить Маркуса Гизделя. Ни одну из игр этого сезона локомотив не провел более-менее ровно. В лучшем случае локомотиву удавались хорошие таймы. Прямо вот такие, в которых локомотив доминировал. Так, например, было с ЦСКА при еще Николиче или, например, со Спартаком уже при Гизделе. Но вот чтобы два тайма прошло хорошо, такого у нас еще не бывало. Очень важные победы локомотив одержал над ЦСКА, Краснодаром и Сочи. И матч с Сочи даже можно занести себе в актив. Там локомотив действительно смотрелся хорошо. Только вот забить у нас получилось исключительно со стандарта благодаря Тину Едваю. А с игры особенно ничего не создали. А во втором тайме Сочи уже достаточно сильно нас поддавило. Но забило, правда, только в добавленное время. Пожалуй, самый сбалансированный и самый уверенный матч в этом сезоне локомотив провел против крыльев Советов, которые, в общем-то, очень даже неплохо выступают. Но крыльев Советов удивительным образом для себя практически ничего у ворот локомотива не создали. А мы ответили двумя голами Камано, который только-только к этому матчу вернулся из Гвинеи после проблем с переворотом в стране. В отличие от лучших матчей, в худших разнообразие большое. Для кого-то, например, это матч со Спартаком, где локомотив провел здорово первый тайм, забил отличный комбинационный гол, а во втором как будто забыл выйти на поле. И, несмотря на удаление в стране соперников, пропустил и сыграл лишь ничью. Для меня это не так. Для меня матч получился, конечно, очень обидным по результату, но в целом довольно оптимистичным. Гораздо хуже, например, локомотив играл с Химками и Ахматом. Но там есть отговорки в виде красных карточек, которые откровенно ломали игру локомотиву. Ужасный по качеству матч локомотив выдал против Динамо. Но там мы зацепились за ничью и казалось, что это самое главное. Ну а в Лиге Европы хороших матчей, мне кажется, вообще не было. Будем надеяться, что пока. Для меня же худший матч это последний матч Марка Никлича в главе локомотива. Матч, в котором мы проиграли Ростову со счетом 1-2. В нем сошлось все плохое, что могло сойтись. Абсолютно тупые пропущенные голы, беззубость в атаке. И главное, гнетущее чувство безнадеги, что дальше лучше точно не будет. Особенно обидно, что Ростов на тот момент ничего из себя не представлял. Это была одна из худших команд Лиги, с которой только что ушел очередной тренер. И они проигрывали всем подряд. Всем, но не локомотиву. Дальше поговорим про другие команды. Я составил свой личный рейтинг от самых разочаровавших меня команд до тех, кто превзошел мои ожидания. Перед началом сезона я пытался предугадать, как же закончится этот розыгрыш российской премьер-лиги. Расставил команды с первой по шестнадцатую. И в зависимости от того, выше сейчас команды располагается моего предсказания или ниже, я и составил этот самый рейтинг. Так, например, Зенит, Рубин и Арсенал занимают ровно те самые места, которые я для них и определил перед началом сезона. Поэтому они находятся в моем рейтинге где-то примерно посередине. Локомотив в этой таблице занимает одиннадцатое место. Я полагал, что они могут быть вторыми, а они сейчас идут на четвертой строчке. На две позиции хуже, чем я ожидал. На шестнадцатом месте, отставая на пять позиций от моего предсказания, идут Химки. Честно говоря, я очень сильно удивлен. В прошлом сезоне Химки выступили очень даже неплохо. После прихода Игоря Черевченко и, казалось, после хорошей достаточно летней селекции, мне она действительно показалась очень даже неплохой. Были куплены молодые перспективные ребята на важные позиции. Так вот, мне казалось то, что Химки должны быть ну минимум в десятке. На деле пятнадцатые и, ну абсолютно по делу они пятнадцатые, потому что в большинстве матчей была показана какая-то совершенно невнятная и безидейная игра. В прошлом сезоне было примерно то же самое, но там пришел Игорь Геннадьевич и за волосы вытянул эти Химки куда-то вверх турнирной таблицы. Сейчас Химки пытаются повторить этот же самый трюк. Собственно, самым важным событием в жизни Химок в этом сезоне можно назвать сначала отставку Игоря Черевченко, а затем его повторное назначение примерно через месяц. Такого я в нашей лиге не припомню. Было что-то похожее у Гончаренко, который после провального матча с Зенитом уехал в Беларусь, но его не было около недели и как бы его возвращение было обставлено как небольшой отпуск на родине. А так, чтобы тренер вернулся спустя месяц отсутствия, вот такое действительно в новинку. Черевченко действительно очень интересный тренер, он может из не вполне толковых футболистов собрать боеспособный коллектив, только вот действие работы Черевченко длится примерно год, после чего команда резко идет вниз. Кстати, примерно то же самое наблюдалось у Гизделя в Германии. С выбором лучших матчей у Химок, конечно, не богато. Всего две победы, да и в тех они смотрелись не то чтобы хорошо, скорее помогало везение. Очень приятной для Химок стала победа в Краснодаре во втором туре. Год назад они на этой арене улетели 7-2, но все-таки по качеству игры, конечно, там было очень далеко от идеала. Все-таки лучший у Химок я назову последнюю игру. Там команду из Подмосковья отделяла от победы всего лишь промах с пенальти. Химки были лучше, чем ЦСКА на протяжении всего матча, практически ничего не позволили создать у своих ворот, а сами могли забивать, причем не только с 11-метровой отметки. Если лучшим я назвал первый матч Черевченко после возвращения, то худшим определенно будет последний матч Черевченко перед отставкой. Хотя тут есть определенный хронологический нюанс. В игре с Динамо у Химок не получалось ничего. Свой единственный гол они забили уже при счете 4-0 на 89-й минуте. А руководство Химок даже позволило себе публично раскритиковать Черевченко за неправильно выбранный состав. Не хватило только фразы про допущенные упущения. 15-е место и на нем расположился московский Спартак. Я, конечно, ожидал то, что повторить серебро ТДСК мне удастся, но так, чтобы упасть сразу на 10-е место, это, конечно, большой-большой сюрприз. Спартак разочаровывает. Ну как, фанатов разочаровывает. У меня от Спартака чувства, конечно, смешанные. С одной стороны, наблюдать очередной сезон в жанре черной комедии невероятно увлекательно. С другой, от постоянно вскрывающихся подробностей из жизни Спартака, волосы встают дыбом. Но кажется, что ну не может в профессиональном клубе происходить такое. А затем новый сезон, новый виток событий и случается то, чего ты вообще не мог предвидеть. В этом сезоне фронтменом сериала стала Зарима Салихова и ее замечательный телеграм-канал, который, впрочем, достаточно быстро прикрыли. Главное действие этого сериала – война с Салиховой против Дмитрия Попова, бывшего спортивного директора Спартака. Кто выиграл, пока непонятно, но кажется, что проиграли 200 миллионов болельщиков Спартака. Для Спартака сделаю исключение и начну с худшего матча, потому что здесь ровно один вариант, который на самом виду. Поражение 1-7 от «Зенита» в Санкт-Петербурге – это, конечно, очень серьезная пощечина по амбициям и самолюбию Спартака. Я помню еще те времена, когда из Спартака увольняли тренеров за недостаточно атакующий футбол. Здесь же, даже после поражения 1-7 от «Зенита», Ру и Виторию удалось сохранить свой пост. Правда, судя по всему, это для того, чтобы сэкономить на неустойке. Пока власть имущие экономят, Спартак валится все ниже и ниже и ниже. Уже 10-е место и борьба за выживание ближе, чем борьба за Еврокубки. С «Зенитом» сошлось все. Ужасные тренерские решения, высокая линия обороны с Рассказовым, плохая форма Максименко, травмы полузащитников и ужасная форма нападающих, которые практически не переходили через середину поля. С лучшим матчем тоже проблем нет. Это будет единственный раз, когда я возьму в свой топ матч не из российской премьер-лиги. Спартак свою лучшую игру выдал в Лиге Европы на выезде против очень сильного соперника, против Наполи-Сполетти. Да, благодаря неожиданному подарку в виде удаления, но ведь его еще нужно было реализовать. И Спартак реализовал. Началось все, как обычно, комично для Спартака, но тем слаще победа для спартаковских болельщиков и повод для гордости. Худшая команда российской премьер-лиги прямо сейчас это Урал. Они расположились на 16 строчке и это примерно на 4 строчки ниже, чем я для них прогнозировал. Уралу год от года все сложнее оставаться в российской премьер-лиге. Состав все хуже и хуже, а руководство, кажется, еще больше сходит с ума. В 10 из 15 игр футболисты Урала не могли поразить ворота соперника. Зато впервые за долгое время им удалось не проиграть Зениту. И вообще с обороной все в порядке. Они пропустили меньше мячей, чем Зенит, Динамо и Сочи, которые сейчас идут на первых трех местах в российской премьер-лиге. И это при том, что практически половина из пропущенных Уралов мячей пришлось всего на два матча. Самым важным событием я назову назначение нового главного тренера. Предыдущего Урал уволил очень буднично. Я думаю, что сейчас даже мало кто вспомнит имя предыдущего тренера Урала. А вот имя нынешнего наверняка все знают. Это Игорь Шалимов. У Шалимова карьера идет по нисходяще. Начинал с Краснодара, где боролся за медали, играл в Еврокубках, потом Ахмат из середины таблицы. Ну и теперь Урал на последнем месте. Что-то в карьере Шалимова идет не так. Свои лучшие игры Урал показывает против сильных соперников. Да, пока не удается одерживать победы. Но, например, ничью с Зенитом Урал абсолютно заслужил. Зенит заканчивал этот матч десятером из-за удаления Клоудиньо, но вообще-то мог заканчивать и в девятером, потому что должны были удалять еще и Ракитского. Сине-бело-глубы не наиграли даже на полгода. И это после того, как они вынесли Спартак и Динамо с общим счетом 11-2. Хуже всего Урал сыграл против Рубина. Здесь и четыре пропущенных голы, три из которых забил новичок Дрейер, и абсолютная беззубость в атаке. Это была низшая точка падения Урала. Дальше они сыграли в ничью с Локомотивом и одержали две победы над своими главными соперниками по борьбе за выживание. 13 место и Ростов. Ростов весь 2021 год проводит из рук вон плохо, поэтому изначально я их ставил всего на девятое место. Но они даже превзошли мои ожидания и оказались на 11-й строчке. На старте сезона все для болельщиков Ростова было очень грустно. Лучший игрок команды Матис Норман уехал покорять Англию. Ну а главный тренер, главное лицо команды Валерий Карпин был рекрутирован в сборную России. Собственно, наверное, уход такого человека, как Валерий Карпин, не может не быть главным событием в жизни любой команды. Ну а тем более, когда Карпина сменяет такая фигура, как Юрий Семин. Ничего хорошего из этого не вышло. Вместе с Семиным Ростов вылетел из Кубка России, проиграл еще несколько матчей и, в общем-то, ничего яркого не показал. За худшей игрой Ростова нам придется отправиться на Кубок России. В игре с Торпедой Ростов выпустил молодежь, поэтому не стоит удивляться поражению со счетом 0-2. А вот матч с Чайкой был для Семина очень принципиальным и важным. Он выпустил практически всех остальных и снова проиграл. Камриченко растранжирил кучу моментов, ну а Чайка забила на 22-й минуте и обеспечила себе выход в финальную часть соревнования. Лучший матч Ростов провел совсем недавно, когда выиграл Рубин со счетом 5-1. До этого еще была победа над Арсеналом 4-0, но все-таки победа над Рубином гораздо более статусная. И мне кажется, Ростову она была очень нужна. Она дала заряд уверенности в себе и в том, что они могут играть в футбол. На 12-й строчке Краснодар, и он тоже в числе разочаровавших меня, имеет те же самые минус 2, что и Ростов и Локомотив. Мне казалось то, что Краснодар летом закрыл главные свои бреши. Они вернули Спайча и подписали Кортбу, поэтому у них должно было быть все в порядке с обороной и было кому забивать. А потом они еще и Криховика взяли. Напомню, что уже в третьем туре он играл за Краснодар. И казалось то, что проблем у краснодарской команды быть вообще не должно. Все главные дыры, которые периодически накрывали Краснодар, например, отсутствие характера или периодические дыры в обороне, должны были быть закрыты. Но на деле что-то пошло не так. Краснодар все так же болтает. Они могут выиграть любой матч, а могут проиграть любой матч, причем абсолютно любой команде. Новые звездочки из Академии заменяют старых звездочек из Академии, чтобы затем перейти куда-нибудь в Уфу или Ахмат, как это было с Фоминым или Уткиным. Из поколения 99-го года остался только Сафонов. Зато какой Сафонов! Он уже основной в сборной России и, кажется, решил надолго это место себе забрать. Конечно, главное событие в жизни Краснодара не может не быть связано с Сергеем Галицким. Он сходил на коммент-шоу и дал очень важное интервью, в котором рассказал о своей болезни и о том, что сейчас все его мысли заменяют то, как будет жить Краснодар, когда его не станет. И это очень важная проблема. Для клуба это гораздо важнее, чем сиюминутные результаты. Потому что да, здесь и сейчас Краснодар может бороться за медали, может выходить в Лигу Чемпионов. Но что будет с клубом, когда не станет Сергея Галицкого? Сейчас это его главное детище. Он вкладывает в него деньги и вкладывает в него душу. Но что будет с этим проектом, когда Галицкий не сможет этого делать? Мы видели множество таких клубов, которые просто исчезали с футбольной карты России. Кажется, у Галицкого есть план. Ну и будем надеяться, что этот план будет приводиться в исполнение еще очень и очень нескоро. Пожалуй, свою лучшую игру Краснодар в этом сезоне показал против очень сильного Сочи. И это при том, что большую часть времени они играли в десятером, а последние 15 минут вообще в девятером. Но Сочи так ничего и не смог создать у ворот Сафонова. К 20-й минуте уже было 2-0. Во втором тайме Криховик добился пенальти. Если бы только Краснодар мог поставить такие матчи на поток. А вот худшая игра, как и у Ростова, у Краснодара случилось в Кубке России. Жребий нам организовал Краснодарское дерби. Причем в этом матче Краснодар устраивал даже поражение с разницей в один мяч, чего, конечно, никто не ожидал. Состав был практически основной. Не было только Сафонова. Но Кубань такой расклад не устраивал. Для них этот матч был сверх принципиальным. И они победили 3-0, выбив Краснодар из розыгрыша Кубка. Крайне болезненное и неприятное поражение Краснодара. Когда мы вообще в следующий раз увидим Краснодарское дерби? Локомотив пропускаем и переходим к 10-й строчке. На нем расположился ЦСКА. Армейцы не стали маскироваться под адекватных, поэтому мы взяли и уволили Олеча, который и работал к тому времени месяца 3. Но вместо того, чтобы исправить свою ошибку и найти все-таки для ЦСКА тренера, ЦСКА решил еще раз вдарить по граблям. И назначил Алексея Березуцкого. Идея потрясающая, и запас прочности у ЦСКА все еще таков, что даже это позволяет им идти шестыми. Однако по качеству игры кажется, что эта шестерка очень быстро может для ЦСКА обернуться соперничеством со Спартаком. Главным событием для ЦСКА, как по мне, стало закрытие летнего трансферного окна. По его итогам команду покинул Никола Влашич, это самое главное, но вместе с ним еще Наир Текнезян и Константин Марадишвили. Вместо них ЦСКА получил Антона Заболотного. Ну, такой себе размен. За все его 13 сыгранных матчей он набрал аж полтора XG. Не слишком впечатляет, и поползли слухи, что для Гиннера и Бабаева это могло быть последнее трансферное окно. Что ж, это была славная эпоха для ЦСКА. Для болельщиков ЦСКА наверняка лучший матч был тот, в котором ЦСКА обыграл Спартак, как раз-таки с голом Антона Заболотного. Но если по-честному, качество игры было отвратительным с обеих сторон. На этом знаковые победы для ЦСКА в этом сезоне заканчиваются. Были еще неплохие игры против Ростова и Крыльев Советов, но до последних 10 минут на самом деле судьба этих матчей висела на волоске. По большому счету, единственным матчем, в котором болельщики ЦСКА могли не волноваться за результат, была игра с Нижним Новгородом. Вот там команда Кержакова была бита безоговорочно, да еще и с шедевральным голом Зайнуддинова. Худшие игры у ЦСКА сконцентрировались под конец круга. Так мало, как с Химками, ЦСКА не создавал уже года два. Поражение от Слуцкого наверняка очень болезненно. Но между этими двумя играми вклинилась еще и игра с Сочи. Хуже, чем счет, только ужасающая игра обороны. Не знаю, пропускал ли Игорь Акинфей в своей карьере 3 мяча за первые 15 минут. Девятое место, и дальше идут три команды, которые выступают ровно так, как я от них ожидал. На 14-й строчке расположился Арсенал, и это именно их место, которое они и заслужили. Говорить много о них не буду. Главное событие – это очередное возвращение Меодрага Божевича в Россию. Знаем, помним, в Локомотиве он тоже побывал. Могу ему пожелать только удачи, явно Арсенал с его приходом стал сильнее. Плохих матчей у Арсенала в этом сезоне было много. Были крупные и сверхкрупные поражения. Но мне кажется, 1-5 от Динамо в последнем туре было не так болезненно, как 0-2 от Урала. Все-таки там идет прямая борьба за выживание. А вот лучший матч очевиден. Победу Арсенала над Зенитом предсказать не мог никто. Когда Зенит сравнял счет, казалось, что на этом уже все. Но фантастический выстрел Кангва поставил настоящую точку в этом матче. Даже если для Арсенала в этом сезоне все закончится плачевно, я уверен, что этот матч и этот гол болельщики Туляков будут помнить еще долго. На восьмом месте Рубин, и про них можно говорить очень долго. Они провели очень неоднозначную летнюю трансферную кампанию. Купили очень крутых игроков, но при этом остались с несбалансированным составом. Вот и болтает их по сезону то туда, то сюда. То крутые победы, то неожиданные поражения. А иногда и потери очков на самых последних секундах, как в матче с Локомотивом. Главное событие, как мне кажется, это не уход Хвича Кварацьеля, который спутал очень много карт как раз для селекции. В связи с этим пришлось менять очень много планов, отзаявлять до заявлять футболистов, постоянно их тасовать. И мне кажется, это команде на пользу не пошло. Тем более, что и Хвича играет ни шатка, ни валка. Название худшего матча у меня два претендента. Это, конечно, поражение от Ростова 1-5. Оно было очень болезненным. Но, кажется, особенно на Рубин не повлияло. По краям от этого матча победа над ЦСКА и над Сочи гораздо более важные и нужные Слуцкому. А вот поражение от Польского Ракова в отборочном этапе Лиги Конференции явно в планы команды не входило и очень больно по ней ударило. Блеклая игра Хвичи, глупое удаление и незабитый новичком Хакшабановичем пенальти на 122-й минуте. На лучший матч претендентов меньше, поэтому назову, наверное, игру с ЦСКА. Для Слуцкого она наверняка была очень и очень важной. И не только потому, что у самого Слуцкого есть богатая история с ЦСКА. К этому матчу команда подходила уже с серии из пяти игр без побед. Кто знает, как бы сложилось, если бы и в этом матче Слуцкий проиграл. На седьмой строчке Зенит. Я предполагал, что они будут первыми, они первые, причем с большим отрывом. Что сказать, самая сильная и стабильная команда чемпионата. Она может себе иногда позволить неожиданно потерять очки, ничья с Уфой или поражение от Арсенала. Но когда надо, собирается и побеждает. Нет, последние четыре матча команда закончила с общим счетом 16-3. И это при том, что в этих четырех матчах была нулевая ничья с Уралом. Важное событие в жизни Зенита, это, конечно, очередное фиаско в Лиге чемпионов. Они продолжают борьбу за третье место и, кажется, в этом году наконец-то его займут. Но греза Зенита явно гораздо выше. Лучший матч понятен, мы о нем уже поговорили. Зенит разобрал Спартак как открытую книгу. Раз за разом бил в самую больную точку и забивал все, что хотел. Ну а худший свой матч Зенит сыграл со своими крышами из Сочи. Это был единственный матч в российской премьер-лиге, где они проиграли не только по счету, но и по делу. Ну а что еще сказать о Зените? Они действительно мощные и пока непонятно, кто им может бросить вызов. Шестая строка и на ней Уфа. Первая из команд, которая превосходит мои ожидания. Правда, пока только на одну строчку. Перед началом сезона я говорил, что у Уфы есть одна большая проблема. Там некому забивать. Я еще никогда так не ошибался. Правда о том, что такой человек есть в Уфе, не знали даже в самой Уфе. Это, наверное, самая смешная история сезона. Парень, которого сейчас руководство Уфы называет лучшим форвардом мира, на самом деле мог в этой самой Уфе не играть, потому что был не особо нужен. Первые два матча этого сезона он начинал в запасе и, как говорят, на него тренер особенно даже и не рассчитывал. Собственно, главное событие в жизни Уфы это выход Агаларова на замену в матче с Динамо, где он вдруг неожиданно забил два гола и едва не спас для Уфы матч. Это не помогло Уфе набрать очки, но зато помогло Гамиду выйти в следующем матче в основном составе. Уфа забила 16 голов, 13 из них на счету Агаларова. Уфа довольно неплохо играет с лидерами на их счету ничьи с Зенитом, Локомотивом и Краснодаром. Но если с Локомотивом помогли не вполне очевидные пенальти и удаления, а Зенит просто бросил играть после того, как забил свой гол, то матч с Краснодаром Уфа провела цельно и хорошо. Они вели вплоть до 83-й минуты и пропустили только с пенальти. Вполне тянет на лучшую игру первого круга. Ну а худший матч Уфа провела против Спартака. В концовке прошлого сезона она наглого разбила Спартак со счетом 3-0. Здесь же ничего похожего не получилось, хотя Спартак стал явно слабее по сравнению с предыдущим сезоном. Легкие 2-0 для красно-белых. Мы подобрались к пятерке лучших моего рейтинга. И ее открывает Ахмат, который собрал очень интересную банду из сбитых летчиков под управлением Талалаева. Звездой команды стал Уткин, который был взят в аренду из Краснодара. Он отлично бьет штрафные и забивает дальними ударами. А еще есть Тимофеев из Спартака, Карапузов из Динамо, Лысов из Локомотива, Коновалов из Рубина. Ну и еще много кто. В общем, люди, которым есть что доказывать. И они доказывают. У команд, у которых все хорошо, довольно сложно выделить одно какое-то яркое определяющее событие. Они просто играют в свой Талалаевский футбол. Поэтому, наверное, из главных событий, которые повлияли на команду, отмечу травму Бернарда Бериши. Капитан Ахмата это определяющий игрок, и без него Ахмату, конечно, гораздо тяжелее. С худшими и лучшими матчами у Ахмата ровно все то же самое. Нет ни худших, ни лучших. Все довольно ровно. Особняком стоят победы над московскими командами. Над Локомотивом и Динамо. Над Локомотивом на выезде этот матч еще наверняка у вас не выветрился из памяти. Ключевым событием стало удаление Мурила. А вот победа над Динамо была одержана дома при своих болельщиках. И тот матч, как мне кажется, для Ахмата получился гораздо более цельным. Да и Динамо стоит в турнирной таблице повыше Локомотива. Так что именно этот матч назову лучше. Противовес победе над москвичами поражение от Химок. Не скажу, что уж совсем безоговорочное, хотя Химки выиграли 2-0. Но ведь это Химки. И в этом весь Ахмат. Они могут настроиться на борьбу с сильными командами, такими как Динамо или Локомотив. А затем проигрывают Уфе, Химкам или Спартаку. На четвертой строчке Динамо. И только лишь потому, что и ожидания от них были довольно высоки. Дело в том, что в российском чемпионате любая команда, которая имеет стратегическое планирование и не шарахается из стороны в сторону, довольно быстро взлетает по турнирной таблице наверх. Наверное, я не ожидал, что сразу на вторую строчку по итогам первого круга, но где-то там они и должны быть. Очень хорошо работает вся футбольная система Динамо. Например, Динамо 2 отлично готовит футболистов. Ярослава Гладышева мы уже видели в российском премьер-лиге. И я думаю, что в очень скором времени он станет довольно важным звеном Динамо. Но там на подходе и еще большая росыпь талантов из Академии. 2005, 2006, 2007 годов. Поверьте, талантов там действительно очень много. Динамо показывает, как важно иметь спортивного директора, которому просто дают работать и не кричат каждый день подругу, что в России такое точно не получится. Так что главным событием для Динамо я назову дебют Захаряна в сборной. Да, его вызывали еще на Евро 2020, но туда он так и не поехал. Зато сейчас уже получил первые минуты в своем возрасте за основную сборную России. И это очень круто. Победа на ЦСКА задала тон всему сезону, но и в принципе в дерби побеждать приятно. Больше побед в дерби у Динамо не было. Что с Локомотивом, что с Спартаком Динамо полностью контролировало игру, но завершить ее победой так и не смогло. У Динамо в этом сезоне было несколько матчей, в которых они после того, как получали преимущество, как будто выключались. Например, с Уралом им удалось довести матч до победы. Хотя после гола, который они забили благодаря ошибке уральцев, особенно ничего у чужих ворот не создавали, а вот у своих моменты получали. А вот Нижний Новгород сумел воспользоваться слабостями Динамо и забить два гола. И для Динамо это гораздо более болезненное поражение, чем, например, разгром от Зенита, где все могло пойти по-другому, реализуя Макаров хотя бы один из своих моментов. В топ-3 неожиданно врывается Нижний Новгород, и это как раз результат заниженных ожиданий. Я вообще не верил в эту команду, у которой практически не было состава, и не было даже главного тренера Александра Кержакова назначили буквально перед самым началом сезона. Я ждал, что они провалятся и будут идти на последнем месте, а они бац и тринадцатые. Не бог весь что, но и непрямой вылет. Впрочем, упасть на последнее место они еще могут. Последние туры у Нижнего Новгорода были из рук вон плохи. Несомненно, самым важным событием в истории Нижнего Новгорода стал приход Александра Кержакова накануне сезона. Сейчас Кержаков это главная звезда команды, именно к нему приковано наибольшее внимание. Мне кажется то, что если Кержаков внезапно захочет заявить себя форвардом, то и на поле он также будет главной звездой команды. Говорят, что под Кержакова и денег дали дополнительных, а это в российских реалиях гораздо важнее, чем настоящие тренерские умения. Лучший матч Нижний Новгород провел против Динамо. Не взорвавшись в одном эпизоде, как это было в первом туре Сочи, где они тоже победили, а на протяжении достаточно длительного отрезка времени. Практически весь второй тайм Нижний Новгород атаковал ворота Динамо. Моментов было немного, хотя в них, например, вошел незабитый Сулеймановым пенальти. А вообще два гола Нижний Новгород забивал в этом сезоне только один раз, и то в проигранном матче тульскому Арсеналу. А вот поражение от Зенита в последнем туре Нижний Новгород точно никак не красит. Хотя Кержаков и говорит о том, что лучше проиграть 1-5, играя в атаку, чем отбиваться весь матч штрафной, как с локомотивом, но нет, это было просто плохо. Нижний Новгород совсем не подготовился к Зениту. Две недели, которые были в паузе на сборной, были бы потрачены впустую, но, к счастью, команда сходила в Мариинский театр. На втором месте оказались Сочи, и им я могу петь дифирамбы бесконечно долго. Вы вообще знаете, что я люблю и этот город, и эту команду. Они действительно классно работают. Во главе Сочи, возможно, лучший тренер российской премьер-лиги прямо сейчас Владимир Федотов. Но вместе с этим летом они, возможно, провели идеальную трансферную кампанию, завладев Кассиерой и Родригао за какие-то копейки. Сейчас это одни из лучших игроков лиги на своих позициях. Лишь один раз за 15 туров Сочи терял очки чаще одного раза подряд. За поражениями всегда следовали победы, а ничьих не было вообще. На контрасте с Локомотивом, который за 15 матчей в ничью сыграл 7 раз, и теперь отстает от Сочи на 2 очка. Но важное событие в жизни Сочи произошло все-таки со знаком минус. Квалификации к Лиге Конференции они в серии пенальти уступили партизану. Никите Бурмистрову этот матч будет сниться в кошмарах, потому что моментов в дополнительное время у него было уйма. Но ни один из них он так и не реализовал. Впрочем, неизвестно, как сказалось бы на Сочи, если бы они прошли в групповой этап Лиги Конференции. Игру на два фронта они могли не потянуть. Лучшая игра Сочи удалась против Зенита. Пока все кричали, что сочинцы это фарм-клуб питерцев, они просто взяли и обыграли. Причем обыграли по делу. Историческая и выливая победа Сочи над старшим братом. В худшие игры сезона можно записать внезапный скрыв с Краснодаром. Я уже говорил про эту игру. Но в контексте Сочи важно отметить, что это было первое и единственное крупное поражение Владимира Федотова за все его время, пока он руководит этой командой. Игра просто не получилась от начала и до конца, несмотря на то, что Сочи играли в большинстве. Ну, видимо, и такое бывает. Безусловный топ-1 моего рейтинга, команда, которая не перестает меня удивлять, это Крылья Советов. По сравнению с моим прогнозом, они прыгнули наверх аж на 8 строчек. Я предрекал им прямой вылет, 15 место. А они идут в верхней половине турнирной таблицы. Я, безусловно, симпатизирую главному тренеру Осенькину и банде чертановских ребят. Но все же я думал, что авантюрный стиль Крыльев Советов, от которого они не собирались отказываться, не позволит им бороться за что-то больше, чем выживание. Оказалось, что сила лиги — это иллюзия, и Крылья Советов вполне могут с позиции силы играть против любой команды, отставаясь сейчас всего на 2 очка от зоны Еврокубков. Как и в случае с Динамо, самое важное, что произошло с Крыльями в этом сезоне, это вызов игроков в сборную России. Много лет назад вызов футболистов из Крыльев Советов не вызывал никакого удивления. Но сейчас Крылья — это новичок лиги, только что вышедшей из ФНЛ. Поэтому вызов Сергеева, Зиньковского и Ежова — это что-то из ряда вон выходящее. И хотя ни один из них так в итоге не появился на поле, то, что их вообще взяли на карандаш, говорит о многом. И я уверен, что на карандаше там еще много ребят. Сорвели, Горшков, ну и, конечно же, Пеняев. Очень важную для себя победу Крылья Советов одержали пару недель назад. В игре двух самых играющих команд — Краснодара и Крылья Советов — именно самарцы оказались сильнее. Причем оказались сильнее по делу. Они создали больше, они забили благодаря высокому прессингу и могли забивать еще. Но блестяще играл Сафонов. А вот Краснодар оказался бессилен против обороны Крылья Советов. Хватало и откровенно плохих матчей. На старте сезона, например, Крылья Советов проиграли три игры подряд. Но все же это болезнь от перехода в лигу рангом выше. Поражение от Зенита было достаточно болезненно, но все-таки это Зенит. Наверное, Крылья Советов не особо и закладывались на эти очки. А вот с Локомотивом Крылья Советов наверняка хотели побороться и взять реванш за финал Кубка России. Но снова ничего не вышло. Камано — это какой-то криптонит для Крыльев Советов. Вышел и забил дважды. Но хуже всего для Крыльев была именно собственная беззубость в атаке. Пожалуй, это была худшая игра Крыльев за весь чемпионат. Ох, это было долго, но впечатление записать было нужно. Сравним теперь после окончания сезона. Всем спасибо, всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok